Всем привет дорогие друзья! С вами снова Гудвин и сегодня мы разберем топовую подборочку фильмов про металл, наделенные искусственным интеллектом. Предупреждаю сразу, все что вы увидите и услышите в этом ролике, это чисто мои мысли и суждения, основанные на личном просмотре и выдержке из киносайтов. Итак, дамы и господа, вот вам горячий и свеженький топ 10 фильмов про роботов. Встречайте! Искусственный разум 2001 год, режиссер Стивен Спилберг В недалеком будущем человечество создает искусственный разум. Теперь среди нас живет множество роботов, которые практически невозможно отличить от людей. У компании, занимающейся производством человекоподобных, все идет хорошо и ребята решаются на необычный, крайне дорогой и интересный опыт. Создание робота-ребенка, наделенного чувствами. Так появляется робо-мальчик Дэвид с милым лицом и ясными глазами, который теперь живет в семье людей и заменяет им настоящего сына, находящегося в глубокой коме. Мама и папа быстро привыкают и начинают любить Дэвида, ведь действительно, он помогает им позабыть пережитое горе. Но в один прекрасный момент настоящий сын родителей выходит из комы. И Дэвид, способный чувствовать, понимает, что он теперь становится лишним в этой семье. Маленький робот очень расстроен и перед ним стоит только одна цель – найти того, кто сможет его сделать человеком и помочь вернуться назад к маме. Из машины. 2014 год. Режиссер Алекс Гарленд. Выигрыш в лотерею – это действительно большая удача. Так считает программист Калиб, которому единственному из тысячи своих коллег выпал шанс поучаствовать в хорошо оплачиваемом опыте с искусственным разумом. Глава холдинга Нейтан приглашает счастливчика в свои владения лабораторию, где на протяжении недели молодой человек будет тестировать женщину-робота по имени Ева, способную анализировать и мыслить, как настоящий человек. Герой полностью погружается в эксперимент, в ходе которого начинает подозревать, что робот Ева пытается ему сказать что-то важное. И чем больше Калиб общается с женщиной-роботом, тем больше начинает понимать, что эксперимент хранит в себе некую страшную тайну. Теперь у нашего героя есть масса вопросов, ответы на которые будет найти не так просто. Один из главных – кому же теперь стоит верить? Роботу Еве или ее главному создателю Нейтану? Я, робот. 2004 год. Режиссер Алекс Пройс. Следующая кинолента снята по произведению известного фантаста Айзека Азимова. Как и во многих других произведениях автора, действия происходят в будущем, где роботы являются неотменной частью человеческой жизни. Механизмы, наделенные искусственным интеллектом, выполняют рутинную работу и порой даже скрашивают людское одиночество, соблюдая при этом три важных закона. Первый. Робот не может навредить человеку или допустить, чтобы человек пострадал из-за его вмешательства. Второй. Робот должен выполнять любые приказы человека, кроме приказов, противоречащих первому закону. Третий. Робот должен заботиться о своей сохранности, если это не противоречит двум первым законам. Итак, наш герой, темнокожий полицейский, не воспринимающий робота всерьез, начинает расследование убийства человека, в котором, как оказывается, был замешан робот. На первый взгляд, дело кажется совершенно простым, но детектив начинает подозревать, что робот Санни нарушил один из законов робототехники и нанес вред человеку. Если это действительно так, человечество может оказаться в смертельной и ужасной ловушке, выбраться из которой будет практически невозможно. Тихоокеанский рубеж. 2013 год. Режиссер Гильермо Дель Торро. Перед нами недалекое будущее, где стихии природы породили на свет огромных морских чудовищ. Подземные глубинные толчки разбудили древних монстров и открыли портал в наш мир. Теперь гигантские кайзю регулярно сеют хаос и панику, круша и пожирая всё на своём пути. И казалось бы, нет людям спасения от таких монстров, однако не стоит забывать, на большую рыбу всегда найдётся рыба и покрупнее. Чтобы сражаться с пришельцами, людьми было принято решение создать специальных огромных роботов, названных егерями, которые будут управляться двумя пилотами, чьи сознания будут соединены с помощью нейронной связи. Идея людей сработала, и какое-то время егери действительно сдерживали натиск морских чудищ. Но вскоре портал начал вести себя странно. Чудища стали появляться всё чаще и чаще, и размеры монстров теперь оказались ещё больше предыдущих тварей. Однако, у егерей для борьбы с чудищами имеются свои козыря в рукаве. И уж поверьте, вкус закалённого металла чудовищам точно будет не по зубам. Живая сталь. 2011 год. Режиссёр Шон Леви. Кто бы мог подумать, друзья, что будущее лежит не просто за роботами, а именно за роботами-боксёрами. Мир сошёл с ума. Мордовой железяк теперь является официальным видом спорта. Пользуется бешеной популярностью и приносит неплохие деньги. Ветеран бокса Чарли Кентон с тоской вспоминая былые времена, выступает со своими роботами во второсортных клубах. И проигрывает бой за боем, накапливая долги. Однако, вскоре его жизнь меняется, когда Чарли узнаёт, что его бывшая подруга умерла, оставив ему сына-подростка Макса. Отец и сын не рады такому прекрасному стечению обстоятельств. И оба показывают свой нрав и характер. Но вскоре выясняется, что Макс прекрасно разбирается в роботах, что очень хорошо сыграет на руку Чарли. Плюс ко всему, парни случайно находят на помойке старенького заброшенного боксёра, робота Атома, и принимают решение его восстановить. Очень скоро Атом начинает показывать неплохие результаты и превращается в непобедимого бойца. Теперь у отца и сына единая цель – сделать Атома победителем в этом безумном турнире среди боксёров-роботов. Честно сказать, не было в моём детстве канала, по которому крутили мультфильм Трансформеры. Поэтому моё знакомство с автоботами и десептиконами началось именно с этого фильма. Итак, лента расскажет нам о вечной войне двух робораз. Автоботы и десептиконы вели войну издревне, в которой волей-неволей, но всё же принимали участие и мы, то есть люди. И нашим единственным спасением на данный момент оказывается человек по имени Сэм Уитвики. Жалкий неудачник и аутсайдер. Ведь именно у него случайным образом оказывается ключ, который поможет открыть агрессорам-десептиконам путь к неограниченной власти. Но объединившись вместе с автоботами и поняв своё предназначение, Сэм раскрывает себе храбрость и силу духа, которая ему очень даже пригодится в неравной битве с жестоким врагом. Приняв сторону одних роботов, Сэм подписывает себе и своим близким настоящий смертный приговор, так как другие трансформеры открывают на него охоту. К просмотру рекомендую всё творчество Майкла Бэя от первой части Трансформеров 2007 года до пятых Трансформеров Последнего Рысаря 2017. Особой смысловой нагрузки ленты не несут, да по сути она здесь и не нужна. Просто наслаждаетесь нереально красивым превращением транспорта в огромных роботов. Ну и не менее красивыми масштабными сценами битв между двумя вечно враждующими стальными кланами. Робот по имени Чаппи. 2015 год. Режиссёр Нил Бломкомп. Очередное детище Нила Бломкомпа не оставит никого равнодушным. Это отличный фильм для всей семьи, хоть и с кровавым рейтингом R. Кто же такой Чаппи? Это обычный, исписанный робот-полицейский, получивший травмы, несовместимые с его существованием. Так получилось, что робот попал в руки к молодому инженеру, решившему подарить Чаппи новую жизнь. И заодно искусственный интеллект. Робот Чаппи начинает своё существование заново. Он развивается как обычный ребёнок, но вскоре попадает под влияние плохого окружения, где банда головорезов обучает его грабить, причинять боль и вред всему живому. Но это только полбеды. На поиски уникального робота отправляют безумца вояку, который готов вытрясти из Чаппи всё до последней микросхемы. Дела у нашего остального парня становятся всё хуже и хуже. Но Чаппи очень необычный робот. Он способен чувствовать, думать и понимать. А значит, он сможет сделать выбор, что ему дороже всего на этом свете и по какому пути идти. Маленькие солдатики. 1988 год. Режиссёр Джо Данто. Один из самых моих любимых фильмов, который я могу пересматривать, кажется, вечно, друзья. Вы когда-нибудь задумывались о том, что будет, если в простую механическую игрушку ставить военный чип? Нет. А корпорация Глоботек не просто задумывалась. Она воплотила это чудо-идею в реальность. Фирма решила порадовать детишек новыми забавами. И вживила в обычных солдатиков самообучающиеся военные микрочипы. Солдатики действительно как будто ожили, стали разговаривать, бегать, выполнять настоящие боевые команды. Но, как известно, задача любого солдата, пусть даже и маленького, найти и уничтожить своего врага. И бравый набор командос под руководством майора Чипа Душегуба начинает свою войну. Их задача найти и ликвидировать второй клан чипированных игрушек, миролюбивых горгонитов. Во все это безобразие оказывается втянутый маленький мальчик Алан, который, осознав всю угрозу, пытается найти, спасти и спрятать мирных горгонитов. Но на пути у коварного майора Чипа Душегуба лучше не становиться, ибо осатаневшая робот-игрушка не знает пощады и жалости. Терминатор. Первая часть. 1984 год. Режиссер Джеймс Камерон. Терминатор – машина для убийства, внешне ничем не отличающаяся от человека. Имеющий металлический скелет, искусственный разум и биологическую оболочку. Такой опасный механизм отправляется в прошлое, чтобы найти и убить женщину, которая должна родить мальчика, который в будущем возглавит сопротивление людей в неравной битве человечества и роботу. Вслед за Терминатором в прошлое отправляется человек, миссия которого совершенно противоположная миссии робота. Любой ценой защитить и спасти женщину от смертельной угрозы. Именно так началась целая эпопея фильмов про Скайнет, Терминаторов и путешествия во времени. Поговаривают даже, что сюжет Терминатора привиделся режиссеру в кошмарном сне. Во время съемок фильма Пиранье. Да и вообще, в те времена финансирование и развитие самого проекта продвигались не так здорово и быстро, как задумывалось. Но тем не менее, Терминатор был снят, пришел со зрителем по душе и потащил за собой аж целых 4 части продолжения. На данный момент вселенная Терминаторов насчитывает 5 полноценных фильмов, которые обязательно рекомендованы к просмотру для тех, кто еще не видел. Моими же любимчиками из данной серии являются Терминатор 84-го года, Терминатор 2 судный день 91-го и Терминатор да придет спаситель 2009-го года. Робокоп. Первая часть. 1987 год. Режиссер Пол Верховен. Как всем известно, в городе Детройте чуть ли не самый высокий уровень преступности. И полиции не хватает сотрудников для осуществления контроля над криминалом. Молодой и талантливый конструктор Мортон задумал самую, что ни на есть фантастическую идею, для которой ему понадобится всего лишь тело человека. Судьба дает ученому шанс. В уличной перестрелке погибает полицейский Мерфи. И именно он становится последним штрихом в создании робота-полицейского. Стальная броня, совершенное оружие и разум человека. Вот что необходимо для того, чтобы взять преступников в ежовые металлические рукавицы. Теперь Робокоп способен навести на улицах города полный порядок, а заодно и отомстить своим убийцам. Кинофраншиза Робокопа насчитывает три полных фильма. 87-го, 90-го и 93-го года. И также имеется еще один так называемый четвертый фильм-ремейк, выпущенный в 2014-м. Все киноленты рекомендованы мною к просмотру, хотя и последнему, к сожалению, так и не удалось переплюнуть оригинал. Как вы уже поняли, Робокоп является моим самым любимым персонажем из всего мира роботов. Честно сказать, я просто тащусь от каждого движения и озвучки этого металлического парня. А его модернизация в последующих фильмах приводит меня в дикий восторг. Пушки, примочки и даже способность летать делают его практически неуязвимым в борьбе с врагами. Фактически, Мёрфи является киборгом, то есть гибридом человека и робота. Но все эти детали только усиливают мой интерес к данному персонажу. Поздравляем Робокопа с первым местом в нашем роботопе. И где-то в глубине души ждем и надеемся на еще хотя бы одну новую часть про приключения Стального Стража Порядка. Также у меня к вам, друзья, имеется дельное предложение. Следующий топ можно будет выбрать вам самим путем голосования. Выбирать будем из следующих тематик. Вариант 1. Топ 10 фильмов про выживание. Вариант номер 2. Топ 10 фильмов про гангстеров. И вариант номер 3. Топ 10 фильмов про демонов и экзорцизм. Укажите в комментариях, какой топ 10 вы бы хотели видеть в следующем выпуске. И наиболее обсуждаемый жанр я запущу в производство. Если вам понравился топчик про роботов, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. С вами был Джон Гудвин. Смотрите только хорошее кино. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok